Всем привет, дорогие друзья! Вот и пришло воскресенье, а это значит, что мы сегодня посмотрим не на игры, а на программки для ваших Android-девайсов. Первая программка называется PyControl. Эта штука поможет вам и облегчит вам жизнь. Как? А сейчас я вам это расскажу. Итак, давайте сначала посмотрим на настройки. Что здесь можно делать? Можно выбрать сторону, с которой будет появляться панель для быстрого запуска любых приложений, которые у вас имеются. Для меня, например, это очень удобно справа, поэтому я поставил галочку там. Но если для вас удобно слева или снизу, вы можете, в принципе, выбрать и другой параметр. Дальше у нас есть в опциях размер этой панели. Стоит на 31, пусть пока так останется. Можно включить или выключить часы, чтобы они там появлялись. Также включить или выключить вибрацию. И что еще? Можно настроить цвета. Обычный цвет, цвет выбора и линии. Дальше можно также настроить все, что связано с цветами, с часами. То есть цвета и их размер. Дальше вот идет самое интересное. Это два уровня. Первый уровень и второй уровень. Здесь вот мы можем назначить программы, которые мы будем использовать в быстром запуске. Вот я, например, их расставил. Здесь всего пять позиций. И на первом, и на втором уровне. Также сюда можно добавить еще и второстепенные программы. То есть тут вот, например, по короткому клику будет запускаться одна программа, а по длинному клику будет другая. Ну давайте добавим что-нибудь и посмотрим, как это будет работать. Сейчас я просто только сейчас запустил программу. Она проанализирует все приложения и игры, которые у меня имеются. А их у меня целая гора, поэтому так долго вот думала эта программка. Ну давайте выберем, допустим, Double Giz. Пусть будет так. Ну вот и пришло время. А теперь давайте посмотрим, как пользоваться вот этой быстрой панелью. С правой части экрана проводим пальцем, и у нас вылазит вот такая вот панель. Итак, вот у нас вот рецепт. Продержав чуть дольше по времени там палец, у нас открылся Double Giz, как мы только что и настроили. Если вот, например, у нас не настроено ничего вот в этом месте, то ничего открываться не будет по-долгому там. В принципе, достаточно удобно. Повторюсь еще раз, можно настроить размер, можно сделать просто вот такие гигантские, можно сделать наоборот маленькие вот такие вот панельки. И пользоваться теми программами, которым вам необходим всегда быстрый доступ. Программа называется MyControl. Второе приложение на сегодня называется Google Play. Игры. Оно появилось на этой неделе в маркете приложений, и вы можете себе его бесплатно скачать. Для чего оно нужно? Это аналог геймцентра для iOS, и теперь у нас есть что-то подобное для Android. Здесь у нас консолидируются все игры, которые у нас есть. Нам также рекомендуют игры, отображаются ваши друзья из Google Play, показывается, во что они играют. У меня, к сожалению, там друзей нет и никого, поэтому на примере этого вам я показать сейчас не могу. Ну, допустим, вот у меня есть две игры, две игры, в которых я залогинен через Google Play, и мы можем посмотреть, какие у меня достижения в этих играх имеются, нажав вот сюда. Всего лишь у меня два маленьких кубочка из игры. Это Retight GP2. Что здесь есть еще? Можно вызвать вот такую вот панель. Здесь будут отображены все ваши игры, которые у вас имеются в порядке времени, когда вы установили самые последние, которые вы установили, будут сверху, а самые старые будут в самом низу. Итак, также есть еще игры, в которые играли недавно, и есть тоже раздел «Установленные». Я не понял, чем они отличаются просто от раздела «Мои игры». Дальше что у нас есть? «Мои действия». Здесь показывается, во что вы играли недавно, ну, залогинившись, естественно, в Google Play. Игроки — это, соответственно, друзья, которые у вас есть в Google Play, но, к сожалению, вот эти вот четыре моих друга, они ни во что не играют, и я не могу ничего толком об этом поэтому сказать. Здесь вот отображаются возможные знакомые, которые у меня не в друзьях, но Google Play мне их предлагает. Дальше есть раздел «Рекомендуем». Здесь отображаются игры, которые Google рекомендует вам. То есть вот вы видите самые популярные, по их мнению, игры. Вот раздел «Популярные», собственно, «Subway Surfers», «Temple Run». И даже есть раздел «Сетевые игры». То есть если вы хотите играть только по сети, то можете заходить сразу в этот раздел, и здесь просто отборные игрушки для вас будут на эту тематику. И можно перейти просто в Play Market и посмотреть вообще, что творится у нас в Play Market. В общем, вот такой вот сервис. Думаю, его будут дальше еще допиливать. Будут появляться и другие полезные штуки. Но все-таки уже радует то, что мы можем смотреть, во что играют наши друзья, их рейтинги и так далее. Надеюсь, в будущем добавят еще и облачные сохранения, и это будет вообще просто чудо. Потому что, например, если я играю на планшете с сохранением на телефоне, у меня этих нет, и это как-то огорчает. Ждем, мечтаем, а пока скачиваем и изучаем эту программу. Следующее приложение – это фоторедактор «Aviary». Итак, сразу после того, как мы открыли, у нас открылась галерейка, где отображены все фотографии, которые у нас имеются на устройстве. В общем, вот такие вот дела. Здесь вы вот видите Motorola X рендерное изображение, которое я себе скачал, и просто отправлял другу эти фотки, поэтому сохранил их. Итак, давайте попробуем на примере Motorola X обработать эту фотографию и посмотреть, что здесь вообще имеется. Давайте посмотрим, какие здесь есть эффекты. Эффектов, в принципе, достаточно много, и что самое интересное, можно скачивать дополнительные пакки с эффектами из Play Market. Правда, они там платные, но, думаю, можно найти где-нибудь еще и бесплатные. Вот, собственно, видите вот тут плюсики, и вот нажав на этот плюсик, вам предложат перейти в Google Play Market. Давайте какой-нибудь эффект выберем, и оставим, допустим, вот этот. Нажимаем «Применить». Дальше у нас есть рамки, с рамками точно такая же история. Стандартный набор нужно скачать бесплатно, а более какие-то крутые рамки стоят уже денег. Есть радио-стикеры, которые также нужно отдельно скачивать. В общем, смысл этой программы в том, что она как бы консолидирует все, но чтобы у вас было все, нужно все отдельно скачать. Вот такой вот подход был разработчикам. Естественно, есть обрезка, можно обрезать, тут уже ничего скачивать, не надо выбрать формат, либо можно свободно как угодно обрезать. Но давайте этого делать не будем, а посмотрим дальше. Есть фокус, причем достаточно удобный и красиво выполненный. Например, наводим, где нам нужно фокус, можно вот таким образом увеличить область с фокусированной, либо наоборот уменьшить. Собственно, вот и прямоугольная область, можно вот так вот поворачивать. Все очень удобно сделано в плане вот настройки вот этого фокуса. Правда, мне эта функция никогда не нравилась, потому что она замыливает очень-очень нереально. Можно поменять ориентацию картинки, нажав на кнопку, соответственно, настроить яркость, контрастность и насыщенность, а также еще температуру. Ну, давайте что-нибудь откроем, допустим, контрастность. Просто хочу показать, как выглядит бегунок. Этот бегунок необходимо вот так вот крутить, но самое интересное только, он срабатывает в тот момент, когда вы отпускаете палец. То есть, если вы вот так вот будете делать, вы изменения не заметите, пока не отпустите палец. Так что здесь есть еще? Можно добавить резкость. Цветовое пятно, это ваше изображение становится черно-белым, и вы можете выбрать область, которая должна быть цветной, допустим, вот так вот. Дальше, дальше, дальше. Эффект красных глаз можно убрать. Добавить, нарисовать рисунок, текст. Так, убрать эффект. Возможно, это я вот не пробовал. Возможно, если у вас там на фотке какие-нибудь болячки или прыщи есть, вы можете вот так вот провести, и они, по сути, должны удалиться. Но, как вы видели, оно как-то просто замыливает вот это вот место, и, наверное, благодаря этому проблемы исчезают. Также можно сделать из картинки мем. Нажав сюда, вам предложат ввести текст, и у вас будет готовый мем, который вы можете загрузить и поделиться с друзьями. В общем, программка достаточно шустрая, красивая, быстрая, но чтобы у вас была просто супер-бомбическая, как сказать, студия для обработки фотографий, то сюда нужно докачивать много-много всего, что тоже, конечно, радует. И я думаю, разработчики, наверное, постоянно будут обновлять все эти фильтры и создавать новые баги. И вот, собственно, давайте... Все-таки здесь у нас изображена Motorola X, и совершенно случайно я сегодня нашел файл, где можно установить камеру, которая установлена будет в этом смартфоне. И сейчас я вам ее покажу. Итак, для обзора камеры от Motorola X мне пришлось взять телефон, потому что в первом Nexus'е, задней камеры нет. И давайте посмотрим, что здесь есть. Камера достаточно оригинальна. Например, вот, чтобы фотографировать, необходимо просто тапнуть по экрану. Тапнули и сфоткали. Чтобы вышли настройки, необходимо сделать свайп вправо. Здесь можно настроить HDR, но HDR недоступно. Наверное, это будет эксклюзивно для Motorola. Настроить вспышку, настроить автофокус с помощью пальца, то есть ручной якобы автофокус. Как он будет работать? То есть мы тапаем куда-нибудь, оно там фокусируется и сразу фоткает. То есть вам не надо еще тратить время для того, чтобы после сфокусировки нажать и сфотографировать. Можно убрать. Дальше что у нас есть? Здесь есть панорама, но при съемке панорама приложение тоже вылетает. Настройки геоданных, то есть где сделана была фотография, будут сохраняться геометки, выбрать куда сохранять, во внутреннюю память или во внешнюю. И также еще можно настроить звук, нужен вам звук, затвор или нет. Вот это вот мне показалось очень удобным, потому что в стандартной камере на ZTE звук отключать нельзя, а тут можно в принципе беспаревно фоткать телочек. Так, что дальше еще вам рассказать? кнопка для переключения фронтальной камеры и также еще, например, чтобы перейти в галерей, необходимо сделать свайп влево. Вот мы перешли в галерей, и можем смотреть уже фотки. Чтобы вернуться назад в камеру, необходимо нажать кнопку «назад». в принципе камера достаточно интересная, ничего лишнего нет, экран полностью свободный, никаких панелей, ничего. Вот, кстати, еще у меня возникла проблема с видеосъемкой, не знаю, с чем это связано. Я нажимаю «видеосъемку», она начинается и вырубается. То есть там видео даже секунды нет, и все, конец. Наверное, это тоже связано с тем, что все-таки это утечка, и, наверное, все-таки это будет доступно, наверное, эксклюзивно для Моторола. В общем, вот такая вот камера от нового смартфона от Моторола. Кому понравилось, скачивайте, изучайте. По-моему, очень интересно просто поюзать. И вообще, на мой взгляд, аппарат у них по дизайну очень-очень даже интересный получился. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был GamePlan, точнее AppPlan. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и ждите наших новых обзоров.